Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Мы продолжаем цикл передач о Рязанском центре по профилактике и борьбе со СПИД. У нас в гостях врач-инфекционист Юлия Царамова. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, какие инфекции развиваются на фоне ВИЧ и каковы в связи с этим задачи врача-инфекциониста? Дело в том, что ВИЧ-инфекция относится к так называемым медленным инфекциям вирусным, при которых происходит постепенное снижение иммунитета и в связи с этим могут развиваться различные заболевания, которые в дальнейшем могут привести как к инвалидности, так и даже к смерти пациента. Это такие тяжелые заболевания, как туберкулез, туберкулез легких, внелегочный туберкулез, различные поражения головного мозга, очень тяжелые пневмонии могут проходить, увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Могут обостряться и ухудшаться течения других сопутствующих заболеваний, таких, например, как хронические гепатиты, циррозы, кожные заболевания. И ухудшается течение обычных заболеваний, обыкновенных вирусных, бактериальных, грибковых заболеваний, которые на фоне снижения иммунитета протекают гораздо тяжелее у наших пациентов, чем у людей, не инфицированных ВИЧ-инфекцией. Ну и поэтому основная задача врача-инфекциониста – это своевременное выявление данных заболеваний, своевременное лечение, назначение терапии как ВИЧ-инфекцией, так и сопутствующих заболеваний. Давайте как раз поговорим о сопутствующих заболеваниях. Чем чревато позднее обращение к врачу? Чем чревато позднее обращение? Ну, это прежде всего тем, что на фоне сниженного иммунитета данные заболевания очень быстро прогрессируют и приводят к очень тяжелым поражениям. И в некоторых случаях, если человек не получает лечение как против ВИЧ-инфекции, так и против сопутствующих различных заболеваний, это просто приводит к смерти пациента. Появились какие-то новые методы лечения, препараты, которые способны поддержать состояние больного? Да, я могу сказать, что на сегодняшний день то лечение, которое получают наши пациенты в центре, получает у него в достаточном объеме, в полном объеме, все, кто нуждается в этом лечении. Качество жизни и продолжительность жизни на фоне данного лечения, я думаю, вполне сопоставимо с такими же у людей неинфицированными. По мере назначения лечения происходит, во-первых, снижение вирусной нагрузки, то есть самого вируса в крови, что приводит к увеличению иммунитета, исчезновения сопутствующих заболеваний каких-либо синдромов. Человек становится, чувствует себя намного лучше, многие наши пациенты отмечают, что на фоне нашего лечения у них проходит слабость, они чувствуют себя гораздо лучше и могут вести обычный образ жизни. А сколько по времени длится лечение? Через сколько можно почувствовать улучшение? Обычно лечение назначается один раз и на всю жизнь, до конца жизни, а улучшение они чувствуют уже буквально в течение первого месяца приема препаратов. А на сколько увеличивается продолжительность жизни? Есть какая статистика? Ну, статистика есть, статистика и наша, статистика и зарубежная, в общем-то она практически приближается к продолжительности жизни человека неинфицированного. То есть с таким диагнозом на сегодняшний момент люди могут жить полноценной жизнью, рожать детей, работать. То есть висит тот же образ жизни, как и человек, который неинфицирован. Каким образом вы оказываете помощь пациентам? Человек, пришедший в наш центр, всегда получает ту помощь, которая определена сейчас стандартами лечения. Это прежде всего диагностика стадии заболевания, диагностика сопутствующих заболеваний, назначение лечения, показания, определение показаний, противопоказаний к лечению как самой ВИЧ-инфекции, так и сопутствующих заболеваний, которые у него могут развиваться на фоне снижения иммунитета, либо они просто сопутствуют ему. Наши пациенты в центре в нашем получают разъяснение, во-первых, по тестированию, которое они проходят, по результатам анализов. До того, как они сдают, проводятся беседы с пациентом. После получения результатов анализов также проводятся беседы. Назначается следующая явка пациента. По необходимости, если это бывают такие случаи у нас, когда назначается лечение уже сразу при получении первых анализов. А диагностика в себя что включает? Диагностика включает в себя определение, ну, как общей анализы состояния организма, так и определение количества вирусов в крови, определение состояния иммунной системы, определение или наличие сопутствующих заболеваний, проведение исследований, рентгенологического исследования легких. УЗИ все эти методы доступны в нашем центре для наших пациентов. Расскажите, какие у вас работают специалисты? В нашем центре есть, вот я врач-инфекционист, у нас работает гинеколог, у нас работает нарколог, дерматовенеролог и психолог. Давайте обобщим все вышесказанное, куда обращаться, что делать в случае, если у вас есть подозрения на инфекции. Пациент приходит к нам на прием, и врач уже определяет тот объем исследований, который ему необходим. Назначается следующая явка при получении результатов анализов, где дальше уже делается заключение, нужно лечение, как часто приходить, наблюдаться, какие, может быть, еще нужно будет провести обследование для того, чтобы выявить те или иные заболевания. Назначается консультации к различным специалистам города. У нас, мы работаем в тесном сотрудничестве с областным нашим противотуберкулезным диспансером. Там работает наш врач-фтизиатр, который наблюдает и лечит наших пациентов. Мы очень много к ней туда направляем, на консультацию. При необходимости направляем и на консультацию, и, если нужно, на госпитализацию, в другие лечебные учреждения города. Может ли человек узнать о своих данных, об исследованиях анонимно? Да, у нас есть такое. Мы проводим анонимное обследование, либо человек называет другую фамилию, либо мы, если заводим аблаторную карту, мы просто пишем номер карты. Может, у нас есть такое, когда человек хочет или проверить, или повторить. Очень часто бывает, когда люди сомневаются в своем диагнозе, тогда мы обязательно проверяем еще раз анонимно, либо под номером карты, либо под другой фамилией. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Помните, ваше здоровье в ваших руках. Берегите его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!